Вода Мы говорим именно о воде О чистой, структурированной Щелочной воде Объем воды Которую вы должны Употреблять в течении дня Он должен составлять около Полутора литров Естественно летом Воды нужно больше Зимой можно употреблять Воды чуть меньше Потому что потери воды меньше Воду очень важно употреблять Небольшими порциями Вода должна быть не холодной Не прохладной, так как такая вода Будет вызывать спазм пищеварительной системы Она будет хуже усваиваться Нарушать Функцию рецепторов Пищеварительной системы Поэтому воду мы должны употреблять Теплую Может быть комнатной температуры Объем воды около полутора литров Самую часть воды употреблять В первой половине дня То есть на ночь По крайней мере за 2-3 часа до сна Уже желательно особо воду не пить Ну если есть конечно чувство жажды То вы можете пить воду Но старайтесь уже большое Количество воды не употреблять на ночь Так как ночью мы должны спать Наши почки должны спать А вот старайтесь воду употреблять В первой половине дня Ну естественно все знают Надеюсь все знают О том что воду нужно употреблять До еды Оптимальный прием Воды где-то за 15-20-30 минут до еды Ну в принципе не будет Большим грехом Если даже за 5 минут Вы пьете стаканчик воды Вот после еды Воду пить нежелательно По крайней мере большой объем воды Ну рекомендуется пить не больше 50 мл Такой привычный прием воды Можно продолжать где-то через 40 минут час После окончания приема пищи Многие наверное возразят О том что как только я поем У меня сразу возникает сильное Чувство жажды Вот на это я могу ответить Что во-первых Это возникает из-за того Что вы не пьете Воду в достаточном количестве до еды И во-вторых это признак того Что вы неправильно питаетесь Потому что когда идет чрезмерная Пищевая нагрузка То вот чувство жажды После приема пищи Это один из признаков того Что вы употребили Несовместимые продукты Либо переели Слишком большое количество Мясо съели Или какой-то ночной пищи Непосредственно для вас И жажда Сильная жажда После приема пищи Свидетельствует О резком закислении Плазмы крови И других физиологических Жидностей организма И о том Что у вас Происходит нарушение Гомеостаза То есть это как раз И есть признак Неправильного питания